МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан отметил, праздник, утвержденный Ельбасы, олицетворяет собой ценности добра, взаимоуважения и доверия. В самые сложные годы казахская земля радушно приняла миллионы людей, вынужденных переселиться сюда в силу разных исторических обстоятельств. Они и их потомки обрели в лице Казахстана новую родину и внесли достойный вклад в развитие нашего государства. Цитирую. Все успехи нашей независимости стали возможны благодаря единству обществом. Это бесценное достояние, поэтому его укрепление всегда будет в фокусе пристального внимания. Внутриполитическая стабильность и недавность – результат гражданской активности и ответственности каждого казахстанца, подчеркнул президент. Он выразил искреннюю благодарность всем гражданам за бесценную лепту в развитии республики. На Востоке Казахстана сегодня действует больше 20 этнокультурных объединений. Чечено-Ингушский центр «Войнах» – один из первых. Он был открыт почти 30 лет назад. День благодарности его представители считают особым праздником. Их деды и прадеды были среди депортированных в Казахстан народов. Анель Ясенбердина продолжит. В этнокультурное объединение «Войнах» на Востоке Казахстана входит около тысячи человек. Татьяна Кагерманова – председатель центра, бизнес-леди, меценат. Хорошо знает историю. Рассказывает, что в годы войны, в 1944-м, в область прибыло больше 30 тысяч спецпереселенцев из Северного Кавказа. Среди них и ее родные. На выселение чеченцам тогда дали всего 24 часа. Тяжелейшие годы репрессий, депортации. Массовые народы были сосланы в республику Казахстан. В Казахстане в то время казахи сами были в тяжелом положении. Шла война, не отошедшая после Галачокинских реформ. Они принимали и делились своим кровом, хлебом. Сегодня хлебом, своими национальными лепешками с тыквы, чеченцы угощают уже все другие этносы. Все вместе они накрывают праздничный стол ко Дню Благодарности. И ставят большой концерт. Один из самых зажигательных номеров здесь – чеченская лесгинка. Мы показываем традиции и культуру чеченского народа. В нашем ансамбле занимаются более 60 детей, представители разных национальностей. Мы не делаем уклон на какую-то национальность. Любой желающий может прийти и научиться нашим танцам. И принимать активное участие в общественных и благотворительных мероприятиях. Представители этнообъединений всегда вместе и в тяжелые моменты, и в радостные. Многоэтничность – это наше богатство. И многие этносы, которые проживают здесь, сегодня вдвойне благодарны Казахстану. Я хочу поздравить всех и обратиться к молодежи. Будьте благодарны нашей истории. Чтите традиции и приумножайте достигнутое старшим поколением. Молодежь к советам прислушивается и придерживается активной жизненной позиции. К примеру, в Готе Абая многие намерены стать волонтерами, выехав на международные празднования. Другие на местах пропагандируют произведения великого поэта и философа. Казахстан для всех нас стал домом, родиной. Армянский народ благодарен казахам за мир, дружбу и доверие. Мы чтим казахские традиции, обычаи, казахский язык. Мы любим Абая. Мы очень благодарны вам и от всей души поздравляем вас с праздником. Всего на востоке страны проживают 105 этносов. Их всех объединяет самый первый в стране Дом дружбы – Центр общественного согласия. Он действует с 1992 года и стал прообразом Ассамблеи народа Казахстана. Анна Рысенберзина, Слан Тулепов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. Больше 10 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Благодарности в Жамбулской области. Подарком для жителей региона стали спортивные мероприятия «Достархан дружбы» и яркая концертная программа. Праздник направлен на укрепление дружбы и единство всех этносов. Массовые мероприятия прошли в Таразе и Курдайском районе. В селах Курдайского района сегодня особенная атмосфера. С большим размахом и весельем жители отметили День Благодарности. На праздничном концерте представители других этносов исполняли песни на государственном языке, как дань уважения казахскому народу. В селах Каракимир, Суртубе и Масанчи тепло и многолюдно. Кроме местных жителей на праздник приехали гости из соседних районов. Те далекие 38-39-е годы, когда с далекого Кавказа переселили в казахстанские степи, нас встретил благородный казахский народ. Последним куском хлеба поделись с нами. Он спас многие жизни наших родителей, дедов и прадедов. От имени всех своих соотечественников. Я благодарю всех, приношу свои слова благодарности великому казахскому народу. Очень дружно живем. Все праздники отмечаем совместно. Настроение прекрасное. Поздравляю всех казахстанцев с таким замечательным праздником. Желаю всем добра. День благодарности отмечают и в Таразе. На территории историко-культурного комплекса представители различных этносов накрыли до Стархан дружбы. Любой желающий мог отведать блюда азербайджанской, турецкой, курдской, немецкой, русской и уйгурской кухни. Очень необычный вкус, потому что состав внутри клевер. Я никогда раньше не пробовал клевер. Есть национальный пирог с яблоками, есть крепли, есть брецели, мишная штрудель и куха. Национальные угощения сопровождались песнями и танцами. От представителей разных этносов звучали теплые слова благодарности казахскому народу за мудрость и гостеприимство. И не случайно. В Казахстан депортировали более 800 тысяч немцев, около 100 тысяч поляков, свыше 18 тысяч семей корейцев и других национальностей. У каждого этноса своя история, которую помнят и чтут. Есть село, которое полностью эмигрировало с Татарстана. Это была для нас такая спасительная эмиграция, за которую мы имеем право искренне благодарить казахскую землю, казахский народ. Уйгуры Жамбултской области растят уже четвертое поколение. И мы благодарны всем казахстанцам за дружбу, за мир и согласие. Здесь же развернулась выставка продажи товаров местных производителей. А любители спорта помирились силами в шахматах, осыкоту, борьбе и перетягивании каната. Все участники праздника получили заряд бодрости и хорошего настроения. Когда есть дружба между народами, когда есть благодарность, когда друг друга оценивают, друг друга любят по-настоящему, там всегда будет мир, всегда будет согласие, всегда будет счастье с праздником, друзья. Изюминкой праздника стало театральное представление о переселении этносов, а также концертная программа. Местные таланты радовали присутствующих песнями и зажигательными танцами. В завершении праздника исполнили песню дружбы, а в небо выпустили голубей, как символ мира и единства казахстанцев. С днем благодарности поздравляют Казахстан и из далеких Нидерландов. В нашей стране эрготерапевты и волонтеры Натан и Эвелин Виссер оказывали помощь в лечении и реабилитации детей с особыми потребностями. Жили в казахских семьях в селе Коктал Панфиловского района Алматинской области, а также в Жаркенте и Шимкенте, в Алматы и Нурсултане. И везде их встречали с щедрым Дестарханом и Радушием. В нашей стране они создали свою семью, а троих детей назвали казахскими именами – Бери, Каяна и Сауле. По завершении нашей миссии и возвращении домой в Нидерландию, в Казахстане осталась частичка нашей души, отмечают Натан и Эвелин, и выражают благодарность и признательность всему казахскому народу. Впервые я приехала в Казахстан в 2009 году с подругой. Тогда Натан, который уже работал в стране, помог нам в нашей работе по проекту в селе Коктал Панфиловского района Алматинской области. За те пять месяцев я много узнала о Казахстане, и мне очень понравились люди, проживающие в этой стране. Этого времени оказалось так мало, что, вернувшись домой в Нидерланды, я решила вновь приехать в Казахстан. И в 2010 году я приехала в Шымкент и стала работать в проекте «Хамкоржирек». В 2010 году я поехал в Шымкент-Кевелин и предложил ей руку и сердце. Там состоялись проводы невесты Казузату, а затем, по казахским традициям, мы привезли невесту в свой аул Коктал. Обряд беташар и свадьбу мы провели в Алматы. Мы очень скучаем по Казахстану, особенно по нашей семье Сармановых и Паулу Коктал, с его щедрым казахским дастараханом и чаем из самовара с дорогими нашему сердцу людьми. Я научился у них очень многому в жизни. Не только казахскому языку, я узнал от них о культуре и традициях казахского народа. Они стали для меня родными людьми, как и я для них. Огромное спасибо за гостеприимство и радушие. Я запомню это навсегда. К другим темам. С сегодняшнего дня в силу вступило новое постановление главного санитарного врача Республики Жандарбека Бекшина в отношении граждан, прибывающих из неблагополучных из-за коронавируса стран. Согласно документу, государство, где зарегистрированы случаи COVID-19, поделили на три категории. Первые отнесли Китай, Иран, Южную Корею, Японию и Италию. Пассажиров, прилетевших из этих стран, будут помещать на двухнедельный карантин либо изолировать на дому. Затем в течение 10 дней после выписки за ними будут наблюдать в организациях медико-санитарной помощи. Две недели будут наблюдать за вернувшимися из Сингапура, Таиланда и Азербайджана. Эти страны отнесены ко второй категории. Государством третьей названы Германия, США, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Франция, Бахрейн, Кувейт, Испания и Малайзия. Пассажиры из этих стран должны быть на связи с поликлиникой по телефону в течение 24 дней со дня прибытия. Первая смерть от коронавируса на территории США зафиксирована в штате Вашингтон. Скончавшемуся пациенту было около 50 лет. Он проходил лечение в местном госпитале. По всему штату введен режим чрезвычайного положения. Всего в США коронавирус выявили у 66 человек. На экстренно созванной пресс-конференции американские власти объяснили, что причин для паники нет. Риск от нового коронавируса для среднего жителя Америки низкий. Риск остается малым благодаря беспрецедентным мерам, принятым президентом Дональдом Трампом. Пока угроза минимальна, но все может очень быстро измениться. Добавлю ранее, первые случаи смерти от COVID-19 были зафиксированы в Австралии и Таиланде. Всего же факты заражения коронавирусом отмечены уже в более чем 60 странах мира. Число жертв приближается к 3000. Власти Японии заявили о 947 подтвержденных случаях коронавируса. 12 человек скончались, порядка 50 находятся в тяжелом состоянии. Из-за угрозы распространения COVID-19 отменены все массовые мероприятия. Закрыты школы и университеты. Премьер-министр Синдзо Абе объявил о дополнительных мерах. В случае резкого роста заболеваемости в стране будут подготовлены свыше 5000 мест. В инфекционных отделениях больниц, кроме того, правительство Японии планирует расширить возможности экспресс-тестирования по выявлению коронавируса. Из-за угрозы распространения вируса в Японии также сократили число участников столичного марафона. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает газета The Guardian. Масштабный забег, который должен был собрать 38 тысяч человек, пришлось отменить. В итоге в спортивном мероприятии участвовали немногим больше 200 спортсменов. Отмечу марафон в Токио. Одно из крупнейших мероприятий, отмененных из-за коронавируса. Кандидат в президенты США Джозеф Байден одержал победу на первичных выборах демократов в Южной Королине. Победу бывшему вице-президенту США пророчили ведущие СМИ Америки. Согласно опубликованным результатам, он заручился поддержкой 48% избирателей. Второе место с 20% голосов занял бывший сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. На третьей строчке расположился миллиардер Том Стейер, набравший свыше 11%. Спасибо, Южная Каролина. Несколько дней назад пресса и обозреватели заявили, что нашей кампании конец. Однако после сегодняшнего вечера ясно, что мы очень даже живы. И нам нужна ваша помощь, чтобы продолжить движение вперед. Больше 800 миллионов тенге за два года вложили в развитие сел предпринимателей Карасусского района Кустанайской области. По программе «Рухани Жангуру» они ремонтируют социальные объекты, строят жилье, спортивные сооружения и занимаются благоустройством. Очередным подарком меценатов стал детский сад на 96 мест. Наталья Строкова продолжит. Еще год назад в этом здании была гостиница. Теперь детский сад на 96 мест. Помещение на баланс отдела образования передал местный бизнесмен. Ремонт здания был произведен за счет спонсорских средств. Порядка 17 миллионов тенге. И оснащение здания составило 13 миллионов тенге за счет средств местного бюджета. Животноводством и выращиванием хлеба Осман Сатаев занимается почти 40 лет. В социальную сферу родного края предприниматель ежегодно вкладывает по 20 миллионов тенге. Все мы здесь выросли, как говорится, на этой земле, на Карасусской. Поэтому ежегодно вносим материальную помощь. И вроде детей больше становится, рождаемость возросла. Поэтому, я думаю, это все для района, для наших жителей. Отопление в детском саду автономное. Экономичные бункерные котлы поставили спонсоры. В отличие от обычных котельных, они работают в автоматическом режиме. Круглосуточно поддерживают заданную температуру. За счет этого экономят топливо. В случае неполадок очагары получают сообщение. На компьютер все приходят. Какие-то неполадки, давление, температура. В основном здесь две функции, которые выполняют. Они приходят сразу оповещением на телефоны. Новый детский сад может похвастать не только умными технологиями. Учреждение стало единственным в районе, где наряду с обычными работают и группы предшкольной подготовки с полным днем пребывания. До обеда у нас детки получают образовательные уроки. Проходят у них после обеда вариативный компонент. Театрализация, лепка, хореография, музыка. Всего в Карасусском районе 26 мини-центров и 9 детских садов. В прошлом году очередь в дошкольные учреждения исчезла. По детским садам с года до 6 лет у нас сегодня вопросов нет. Мы закрыли потребность. Сегодня в райцентре задумались об открытии коррекционной и школы с государственным языком обучения. Их строительство – ближайшая перспектива. Наталья Строкова, Ирмих Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар-24. Актаусские пенсионеры теперь могут разнообразить свой досуг массовым спортом. На Каспийской набережной открыли социальный спортзал. Три раза в неделю для пожилых людей там проводят утреннюю зарядку. Подробнее в сюжете. Ольге Петуховой скоро исполнится 69 лет. Выйдя на заслуженный отдых, женщина активно занялась спортом. Теперь у нее есть возможность посещать спортзал бесплатно. Это же сбылась наша мечта. Замечательно. Мне кажется, нам еще с тренером повезло. Такие интересные упражнения, так здорово. Ну а потом и общение, и настроение. Можно и дома заниматься, но так не получается, как здесь. Молодость – это не возраст, а состояние души, так считают активные старики. Вместе с Ольгой Петуховой сюда уже записались около 50 пенсионеров. Желающих много, отмечают авторы проекта. Асия Идрис – в прошлом спортсменка. Как-то раз, выйдя на пробежку, женщина заметила на набережной пустующее помещение. Так и появилась идея создания социального спортивного зала. Мы не говорим «нет». Сейчас мы ищем второго тренера, чтобы она могла или он заниматься уже людьми более такого возраста, 30-40, которые могут выполнять другие упражнения, нагрузку выносить, переносить. И вечером я сама еще тренирую бесплатно детей, дзюдо. Спорт-зал «Долголетие» – так активные старики называют новый центр развития массового спорта. Занятия здесь проходят трижды в неделю с утра. Ближе к лету в центре планируют провести ремонт. Пока же горожане на собственные средства закупают необходимый спортинвентарь. Динара Нургалиева, Салам Адбикпаев, Актау Хабар, 24. Сегодня Всемирный день гражданской обороны. Ежегодно в Казахстане он проходит под определенным девизом. В 2020-м акцент в комитете по ЧС решили сделать на первой помощи в каждом доме. А чтобы повысить информированность населения о том, как действовать в случае ЧС, в Казахстане объявлен месячник гражданской обороны. Во всей стране пройдут мероприятия, где население будут обучать правилам поведения в тех или иных случаях. В учебных заведениях пройдут открытые и интерактивные уроки, а также различные тренировки по сигналу «Внимание всем!». На базе оперативно-спасательных отрядов комитета по ЧС пройдут дни открытых дверей. В Минске проходит международная книжная ярмарка, на которой отдельный стенд представлен культурой Казахстана, в особенности книгами великого Абая. В этом году к произведениям мыслителей особое внимание, ведь впервые на выставке книги поэта, переведенной на белорусский язык. Дмитрий Лукша продолжит. Среди модной и ушедшей в массы билетристики, книги на стенде Казахстана смотрелись как глоток поэтического воздуха. Здесь не словоблудный хайп и не детективная вереница, исключительно эпос и возвышенный слог Абая, впервые зазвучавший на белорусском языке. Примечательно, что литературная премьера прошла сразу на весь читающий мир, международная книжная ярмарка ежегодно собирает десятки тысяч человек. В этом году свои произведения привезли представители 30 государств от Франции до Канады. Сегодня, изучая произведения Абая, можно сказать, что это те ценности, которые не теряют своей необходимости. Сегодня, чем больше изучаешь творчество Абая, тем больше приходишь к той мысли, что все те слова, которые он говорил про человеческую суть, про будущее, про воспитание, про учебу, про отношение к науке, она имеет ценности сегодня и она актуальна. И это имеет не только внутригосударственную необходимость, но и международную необходимость. Степной простор на мове зазвучал с подачи Миколы Метлицкого, прославленного белорусского поэта. Работа над переводом шла не один год. Необходим был не слепой дубляж, а умелая передача мыслей Абая. Так белорусский читатель смог на своем родном языке услышать суть и понять далекий, но родной Казахстан. Ежегодно к нам приходят, ждут наши тематические и творческие вечера, ждут наших артистов, ждут наших писателей, для того, чтобы приобрести их книгу. Услышать стихи Абая смогут и белорусы, не попавшие на книжную ярмарку. По улицам столицы будет курсировать поэтический автобус, в котором будут читать стихи белорусских и зарубежных авторов, в том числе и Абая Кунанбаева. Дмитрий Лукша, Константин Никоноров, Хабар 24, Беларусь. В Германии подвели итоги престижного европейского кинофестиваля Берлинале. Золотого медведя в этом году завоевала иранская картина режиссера Мохаммада Русалов «Зла не существует». Всего же за главную награду боролись 18 фильмов. Обладателями серебряных медведей за лучшую женскую роль стала Паула Абер, за мужскую Элио Джермана. В числе отмеченных серебром и кореец Хон Сан Сун. Его киноработа под названием «Женщина, которая убежала» получила приз за лучшую режиссуру. А гран-при жюри удостоилась Лиза Хитман с фильмом «Никогда редко, иногда всегда». Добавлю, в рамках 70-го по счету Берлинского кинофестиваля состоялись показы 340 фильмов. Несмотря на то, что в Европе из-за коронавируса начали отменять массовые мероприятия, Берлинский фестиваль состоялся. Большое спасибо. Я потрясена и счастлива получить эту награду. В то же время мне очень грустно, так как это приз режиссера, который не смог быть сегодня с нами. Я хочу сказать от имени всей нашей команды, что это его заслуженная награда. С большим скандалом прошло вручение французской кинопремии «Сезар» в Париже. Из-за выдвижения фильма «Роман Аполанский» на улице вышли сотни феминисток. Картина «Офицер и шпион» польско-французского режиссера получила сразу 12 номинаций на «Сезар». Роман Аполанский, обвиненный 40 лет назад в изнасиловании несовершеннолетних США, по мнению французских феминисток, не должен был участвовать в этом конкурсе. Ранее активисты добились его ухода с поста президента кинопремии, а затем из-за давления общественности в отставку ушло руководство «Сезара». Выступающие попытались прорваться на красную ковровую дорожку, но были остановлены полицией. Самых активных феминисток сразу же порядка задержали. Отмечу, сам режиссер не рискнул приехать на церемонию награждения. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин